Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников Анибали Карачи. Я пользуюсь википедией. Анибали Карачи итальянский живописец и гравер Болонской школы, брат художника Агастино Карачи. Ученик Пассоротти и своего двоюродного брата, художника Людовика Карачи, Анибали изучал творчество Кареджа, Тинторетта, Варанеза, Рафаэля, Микеланджело. И у нас, конечно, стремление подражать этим грифеям. Живопись весьма ярко ощущается в его ранних произведениях. Анибали и Агастино Карачи основали собственную школу, получившую впоследствии название Академии Дели и Каминатти. Анибали принимал деятельное участие в педагогической и художественной деятельности Академии. Анибали Карачи был приглашен в Рим кардиналом Адардо Форнезе для оформления Палацца Форнезе фресковой росписью на мифологические сюжеты. Эта работа заняла у него его брата вместе с учениками 8 лет. Через некоторое время Анибали Карачи получает заказ на оформление римской капеллы Эрера Сан-Джакомо де Ли Спаньоли. Начиная с 1605 года, жестокие ревматические боли лишили художника возможности заниматься живописью. Анибали Карачи умер в возрасте 49 лет. В нищете был похоронен в соответствии с его предсмертной просьбой в пантеоне рядом с Рафаэлем. Вот так вкратце о Анибале Карачи, итальянском художнике, живописце, гравюре Болонской школы, братья художника Агастина Карачи. Я пользуюсь переводной википедии. И как написано в переводной википедии, мерилом его достижения является то, что столь разные художники, как Бернини, Пуссен, Рубенс, хвалили его работы. Многие из его помощников или учеников проектов в Палаце Форнезе и Капелле Рейра станут одними из выдающихся художников следующего десятилетия. В том числе Доминикино Франческо Альбани, Джованни Ланфранко, Доминика Виола Гвидарини, Систа Бодолокию, ну и другие. Ну вот вкратце все, что мне удалось найти о Аннибале Карачи, итальянском живописце, гравюре Болонской школы, братья художника Агастина Карачи. Смотрим картины. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok